Вы не поняты ей. Программа доступного жилья, рассчитанная до 2020 года, стала еще доступнее. По крайней мере, об этом говорят новые условия получения льготного займа, вступившие в силу с начала этого месяца. Муж Наргиза Усмоновой как раз из числа тех бюджетников, которые в первую очередь могут воспользоваться услугами государственной ипотеки. Есть такие нюансы, что нужно учитывать, какое соотношение дохода должно быть у участника. То есть банк может выдать не всю сумму запрашиваемую. Но это нужно сразу уточнять желательно. Нужно уточнять, какие справки нужны и каков срок их годности. Потому что какие-то справки действуют всего 30 дней, допустим. Причем справки собираются очень долго. Второе, что есть какие-то моменты, которые нужно после получения кредита оформлять. Это страхование жилья. Это тоже информация отсутствует, ты ищешь сам в интернете. С 1 октября ставка по ипотечным кредитам снизилась до 10%. Для этого, правда, все так же предусмотрен первоначальный залог, от суммы которого и будет зависеть, предоставят ли заемщику ипотеку под эти самые минимальные 10%. В целом, желающих взять ипотеку стало больше. И бюджет программы, которая на сегодня составляет порядка 3 миллиардов сомов, это позволяет. В настоящий момент портфель государственной ипотечной компании, он именно планируется с учетом данной суммы. Вот сейчас мы видим, идет рост, идет рост, уже пользуется популярностью. Значит, идет большой спрос на данные квартиры. Конечно же, мы работаем над тем, чтобы еще облегчить условия выдачи кредит. Ну, такая ситуация, что минимальный сейчас 10%. Учителям, врачам, работникам культуры уже предоставлено в качестве кредита на приобретение квартиры 400 миллионов сомов. Всего около 370 квартир. И эти данные, как выяснилось, значительно увеличились только за последние месяцы. Мы планируем завершить все необходимые процедуры для того, чтобы начать тендер где-то уже к концу этого месяца. По закону о госзакупках, там есть определенные сроки для проведения этого тендера. Я надеюсь, что в конце ноября уже будут отобраны строительные компании. И первые строительные работы уже начнутся в конце этого года. Будут построены типовые многоквартирные дома. Это 60-квартирные дома, которые будут выделяться участникам нашей программы. Также по вновь разрабатываемым условиям программы получить ипотеку в будущем смогут не только бюджетники, но и граждане, работающие в любой другой сфере. Поиск дополнительных средств на реализацию задуманного, как уверяют специалисты, в правительстве сейчас активно прорабатывают. В связи с этим всем желающим обзавестись квадратными метрами уже сейчас стоит задуматься об участии. Но в любом случае государственная ипотечная компания ставит приоритет квартиры именно эконом-класса для граждан с невысоким уровнем дохода. Поэтому строительство элитного жилья в ближайшие годы в ней точно не планируется.